Да, ну поздравляю, сегодня прям ты в ударе был, было приятно смотреть. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, сколько черных поясов сегодня привезла команда Чекмат? Сколько черных поясов твоих учеников сегодня было? Или будет еще? Вадим Хазов, Артур Осипов, Юра Кузнецов, я. К сожалению, Алана Конкулова нет, Загида нет. Вот, они там небольшие травмы получили, пока подлечиваются. И надеюсь их увидеть. Ну, в принципе, вот основной такой наш состав, который вот из Black Belt. Вот, и в принципе, все неплохо так поборолись, хорошую борьбу показали. Настраиваемся дальше. Вот, кстати, про дальше. Да, просто вижу, так, Даут Адаев в Турции, Даут Адаев там поборолся. Значит ли это, что сейчас ты набиваешь рейтинговые баллы для того, чтобы поехать на мир? Да, безусловно, есть такой интерес, да, попробовать набить баллы. Как бы, на самом деле, не является основной задачей. Я хочу просто понабароваться, да, потому что был такой небольшой, простой. И начал втягиваться за счет суперсваток, которые мне предлагали. Вот, в принципе, неплохо получалось на этих суперсватках. И потихоньку начал регистрироваться на турниры, общие, открытые, опены. И, в принципе, тоже вроде неплохо идет. И, как бы, классно. Есть небольшой запал, который вот я пытаюсь разжечь, разогнать себя, да, и... Ну, планируешь на мир? Да, обязательно. Планирую на мир, но, как я уже сказал, не является основной задачей набить определенное количество баллов. Если надо будет проходить квалификацию, я с удовольствием тоже поборюсь, поработаю, погреюсь. Ну, попробую свои силы, потому что у нас в России, на самом деле, очень хорошие ребята, очень хорошие черные пояса. И с ними также интересно бороться, вот, поэтому очень хорошую конкуренцию составляем ребятам за границей. Вот, в принципе, в Стамбуле был, и наши ребята прям порадовались все, причем. Неважно, из какой команды, абсолютно. Для меня мы, как бы, такая, одна команда российская, да, российских джитсеров, которая продвигает этот вид единоборств, это искусство, и радуем всех зрителей наших. Это шикарно. Ну, ты и пример подаешь там и своим ученикам, да, как играющий тренер, и, ну, для многих даже не чекматовских ребят, там, ты являешься примером. Сколько сегодня ты схваток провел? Я провел сегодня три схватки, две с российскими ребятами, с нашими поборолся, вот, и финал вышел против бразильца, если не ошибаюсь, вот, ну, как раз мне хотелось вот чуть-чуть попробовать с ним подвигаться, побороться, в принципе, получилось, получилось. Какой самый сложный соперник сегодня был? Так, самый сложный соперник, ну, ну, как сказать, не то чтобы сложно, вот, вторая схватка, она немножко меня, когда парень залез в дип, в дипе сидел и, как бы, в принципе, ничего не давал делать, да, и я, как бы, чувствовал, что обойду, да, рано или поздно, как бы, не хотел слишком сильно расшатывать, раскачивать эту конструкцию этого дипа, да, дабы более надежно, как бы, сыграть, вот, но в конце уже начал все равно, под конец, как бы, чуть-чуть раскачал, создал определенный люфт, который позволил мне в дальнейшем, как бы, пройти гард, вот, вот, но время уже закончилось, и только адвантаж заработал, активность, и, ну, как бы, хорошо, плотно держал меня, да, всю схватку, и это доставляло немножко дискомфорта, вот, в принципе, как-то так. Хорошо, в ноу-ге ты будешь работать сегодня, бороться? Да, обязательно, в ноу-ге тоже буду бороться, попробую. Тогда не прощаемся. Да, увидимся на ковре.